так всем привет я начинаю записывать видео про аргентину хочу сразу просить прощения за качество я не youtube-блогер я чукчане сниматель чукчи писатель то есть я люблю жанр колонок но здесь решил сделать видео потому что майк лаки записал кусочек видео и сейчас я хочу сделать более подробное видео про аргентину значит сразу чтобы вы не теряли время чтобы кто знал кому смотреть кому не смотреть аргентина подойдет для следующей категории первое студентам кто хочет учиться на испанском языке то есть если вы по каким-то причинам хотите учиться на испанском если вам нравится испания латинская америка то это прям идеальное направление здесь очень хорошие бесплатные университеты и очень хорошие частные которые стоят недорого двух из них я преподавал это два лучших частных университет аргентины могу сказать что качество обучения сопоставим с хорошими американскими только стоит в 10 раз дешевле то есть если вы хотите получить образование именно испанском вам сюда предпринимателям особенно мелким если вы с детства какими-то бизнесами мутили там магазины открывали киоски может быть парикмахерские в общем все что связано с мелким бизнесом здесь очень легко идет есть очень низкие налоги для мелких бизнесменов 5-10 процентов примерно от выручки здесь нет проверок здесь никто вас бизнес не отберет здесь нет бандитов которые будут вас требовать долю всего этого нет поэтому если ваша душа предпринимательская то это очень хорошее направление но если вы хотите развивать большой бизнес здесь тут же возникают проблемы высокие налоги примера в европе высокие налоги на зарплаты тяжело уволить человека и так далее то есть принципе кто делает бизнес в европе тот понимает также это очень хорошая страна для тех у кого есть накопление например на 1000 долларов в месяц можно очень хорошо и жить в бурнос-арисы примерно 450 долларов будет у вас уходить нас уходить на съем очень хорошей квартиры и остальные деньги уйдут на еду рестораны и так далее наконец если у вас есть удаленная работа которая приносит как минимум 1000 долларов в месяц это тоже очень хорошая опция и последней категории это программисты в аргентине очень сильный айти сектор здесь офисы у многих единорогов единороги это компании у которых стартапы у которых капитализация превысила миллиард долларов более того аргентина по количеству единорогов на душу населению это самая успешная страна латинской америки самая дорогая компания латинской америки mercada libra это местный amazon amazon который работает на всю латинскую америку она также аргентинская дальше кому не стоит ехать в аргентину если вы всю жизнь проработали в офисе и надеетесь найти похожую работу в аргентине на хорошую зарплату лучше они ехать как в любую другую страну я видел несколько таких людей которые приехали опять же не только в аргентину но особенно в аргентину и думали что их с их резюме с их опытом они легко найдут работу не найдете с вероятностью 95 процентов вы ничего не найдете поэтому лучше не ехать лучше забудьте и дальше это видео не смотрите теперь я сразу расскажу почему мое видео будет отличаться от видео многих других блогеров если вы будете гуглить про аргентину наверное вы найдете очень много русскоговорящего контента я особо не гугли я не знаю но уже в комментариях к видео майкла наки к другим пришли что вот посмотрите про то что говорят другие русскоговорящие люди я объясню почему мое видео будет отличаться потому что аргентина она отличается от всех остальных стран как направление иммиграции для русскоговорящих я объехал всю аргентину и встречал много русских у большинства была такая судьба те кто мог поехать в америку ехали в америку кто не мог в америку ехали в европу и вот те у кого не получилось приткнуться ни в америку не в европу они оказывались в аргентине то есть в аргентине исторически оказывались русские которые не смогли приткнуться в более крутых местах и соответственно это в том числе говорит об их способностях то есть я мало видел людей здесь которые были супер успешные там в америке европе искали я поеду в аргентину и жалуюсь на аргентин таких нет вот поэтому нужно отдавать себе отчет что люди которые гундят по поводу минус в аргентине скорее всего они бы гундели в любой другой стране просто из-за того что из-за своих человеческих качеств а не потому что она плохая и отсюда вытекает для меня как минимум главный минус аргентины если начну какой для меня главный минус по сравнению с лондоном парижем сан-франциско и вообще долины по сравнению даже с мадридом где мало русских по сравнению там с барселоны где много русских и по сравнению со многими другими местами где у вас всегда найдется хороший круг общения среди образованных интересных русских не обязательно что вы их знали до этого в аргентине у вас этого не будет здесь еще раз очень небольшой круг интересных русских с кем общаться я общаюсь с теми людьми которые приехали сюда по моему совету это мои хорошие друзья но вот тех русских которые я приехал и встретил у меня их нет мне с ними интересно они любят путина вас в своей массе и все остальное второе откуда берутся подобные настроения это что аргентинцы очень любят жаловаться если вы спросите аргентинцев про собственную страну вы услышите столько нытья и жалования есть даже такая шутка что жаловаться от национальный спорт аргентины это второй источник почему все думают что в аргентине плохо на самом деле я тут сошлюсь на сергея гурива который говорит что чтобы понять вообще плохо стране или хорошо нужно посмотреть едут туда люди или уезжают так вот аргентина это вторая страна после сша куда дел едут иммигранты из латинской америки ну понятно сша это является магнит для всех стран не только латинской америки так вот на втором месте аргентина это страна куда очень хотят едут ехать иммигранты и второй важный фактор у аргентинцев на самом деле без виз по всей европе включая британию американская виз дается можно сказать очень легко здесь самый низкий уровень отказов мире или один из самых низких и сразу 10 лет но вы не увидите аргентинцев нелегалов ни в европе ни в сша их очень мало более того я скажу такую вещь что ведь эти аргентинцев это прямые потомки итальянцев и испанцев у них либо есть уже итальянские или испанские паспорта либо они могут их легко оформить пойти показать что тебя бабушка итальянка или бабушка испанец и тебе дают гражданство то есть на самом деле две трети аргентинцев если захотят могут не просто уехать в европу они могут там легально жить в любой стране потому что европейский паспорт позволяет вам жить и работать легально в любой стране и они не едут и для меня это сигнал что на самом деле их жалобы скорее на камеру а сами они ехать не хотят они очень любят путешествовать стандартный аргентинский средний класс это как минимум месяц а то и два месяца в году каникул в европе они едут по по франции по италии и так далее но все возвращаются никто не хочет жить в другой стране кроме энергетины теперь что здесь прекрасного но хорошая погода это я думаю не надо долго рассказывать больно саресе просто очень мягкий климат теплая зима в районе 10-15 градусов типичная погода мягкое лето средняя там вроде 28 градусов бывает две недели жары но они быстро проходят и на самом деле лето в Буонасаре сейчас последние годы менее жаркое чем лето во франции или в германии отличное вино и дешевое это для меня большой плюс потому что я не люблю ни водку ни другой тяжелый алкоголя мне очень нравится вкусное хорошее вино и на самом деле в аргентине это напиток на каждый день потому что недорогое и качественно ты не думаешь каждый раз что тебе нужно продать почку чтобы купить бутылку хорошего вина ну и мясо мясо опять же я не буду про это рассказать можете почитать мой twitter это много фоточек поищу мясо мясо дешевое и крутое опять же в других странах тоже есть мясо но в испании в америке это премиальная еда которую ты можешь позволить очень редко на самом деле особенно если ты кормишь всю семью у меня пять детей и могу сказать что мясо на мою семью там в испании это не дешево а здесь это просто еда на каждый день и ты можешь каждый день есть премиальные стейки и я очень люблю мясо и поэтому для меня конечно это большой плюс хотя сразу скажу что моя жена не любит стейки она любит там фрикадельки котлеты бюргеры но все равно любит аргентину то есть другие плюсы которые я сейчас расскажу я уже говорил что в аргентине развита демократия но многие не понимают насколько это вообще вот важно для не только для меня но и для многих людей потому что вот многие мы знакомые люди живут сейчас в москве у них нет проблем с доходом они не оппозиционеры но одни каждый момент когда идут по улице думают а вдруг к ним присланет полицейский и что-то будет с них требовать вдруг как ребенку полицейский там подкинет наркотику и будет требовать выкоп вдруг их бизнес отнимут у меня есть два уже знакомых бизнесмена у которых просто отняли бизнес стандартные там где начинают заходить бандиты потом подключаются правоохранительные органы и люди живут в страхе так вот развитая демократия как в аргентине она просто позволяет жизнь без этих страхов а почему она развита для меня критерий что партия власти часто проигрывает в аргентине партия власти часто проигрывает последний раз проиграла три недели назад проиграл с треском и при том на самом деле два года назад они выиграли выборы то есть это не то что они долго долго к этому шли нет два года назад выиграли неудачно провели два года и неудачно это не потому что они сделали что то там откровенно плохо в основном их выгоняют уже можно так сказать народ выгоняет их за коррупцию я еще раз скажу что это за кейсы коррупции первый самый громкий кейс коррупции это был феврале когда выяснилось что несколько десятков чиновников и бизнесменов привились вне очереди в аргентине началась вакцинация начале людей старше 80 лет потом старше 70 лет так вот порядка там по моему 80 блатных бизнесменов их друзей политиков они решили как-то договориться с минздравом и привились это был громкий скандал две недели все первые полосы газет писали только про это тут же на следующий день практически министр здравоохранения ушел в отставку но общество сказала нас это не устраивает потому что мы знаем что виноват не только министр ведь другие политики притривались значит они знали об этой системе и фактически общество сказала что вы просто нам кинули кость видя министр здравоохранения но мы недовольны и рейтинг правительства упал второй скандал громкий почему власти проиграли что во время строгого карантина выяснилось что жена президент пригласила 10 друзей и они выпили по бокалу шампанского там не было ни застолья на фотках просто по бокалу шампанского и торт это был такой громкий скандал это было вообще мега история тут же прокурор прокурор сказал я возбуждаю уголовное дело все гости явились добровольно президент не явился прокурор сказал президенту что если ты добровольно не явишься не дашь показания я тебе привод оформлю он пришел дал показания и сейчас он находится под уголовным преследованием за то что в его доме была вечеринка на 10 человек когда все аргентинцы не могли никому ходить в гости вот это громкие коррупционные скандалы из-за чего власть потеряла выборы ну и все остальные скандалы в аргентине это примерно такого же уровня то есть вот самый громкий я помню финансовая это когда у бывшего министра экономики нашли дома 50 тысяч долларов под ванной и он долго опрадовался что этого накопления были на квартиру но вот 50 тысяч долларов нашли под ванной это вот масштаб денег которые хранят министры дома и что стоит им долонг разбирать теперь дальше есть некоторые такой стереотип что латинской америки полностью бардак народ не дисциплинированы и так далее потому что демократ мы все знаем путин сильная рука и соответственно сильную рука это порядок а демократия это бардак демократия никто никого не слушает и так далее на самом деле в не очень дисциплинированное общество когда здесь был карантин все соблюдали его строго ну как выяснилось кроме жены президента народ не ходил по улицам когда было запрещено все до сих пор ходят в масках хотя и даже уже обязательные маски отменили недавно и на самом деле девяносто один процент всего взрослого населения привиты здесь не было никаких qr-кодов здесь не было никакого принуждения бюджетников не заставляли прививаться это сугубо добровольно девяносто один процент населения а взрослого я хочу отметить 9 процентов это не антиваксеры в основном это те до кого тяжело дотянуться системы здравоохранения это те это бездомные люди это люди которые в общем бездомных тяжело привить потому что нужно же две дозы нужно как-то отметить что раз привили и потом найти во второй раз это проблема это к те кто живут отдаленных селах до них тяжело дотянуться потому что все эти вакцины они там холодильники и так далее но уже подчеркиваю 91 процент населения это показывает что население дисциплинированно несмотря на демократию оно прислушивается особенно когда и правящая партия и оппозицию транслирует один и тот же месседж что вакцина это хорошо для меня наверное самый главный плюс в аргентине это любовь к детям у меня пять детей естественно что это неспроста я люблю детей и для меня вот нету другой стране в мире где так любят детей здесь много детских площадок здесь к детям относятся все очень с любовью и чиновники и люди и в магазинах вот вот прям везде я могу рассказать историю когда мы только приехали относительно недавно у нас родилась дочка и через год нам нужно было пойти получить паспорт мы приходим с женой встаем в очередь и там очередь видно что там часа на два наверное стоять и нам вся очередь говорит типа вы с ребенком вы должны идти без очереди ну в общем мало ли что очередь говорить мы стоим спокойно в очереди не привыкли без очереди ну наверное думают иностранцы не понимают языка через там три минуты выбегает служащий полицейский ну полицейский из-за миграционной службы хватает на замку и ведет как кошку без очереди и говорит вы зачем стоите то есть нас и пока мы не заполнили все бумажки от нас этот полицейский не отошел чтобы мы на всякий случай никакую больше очередь не встали и это чувствуется еще раз на каждом углу в магазине в метро например если в Буэнос-Аресе в метро женщина переменная заходит тут же половина вагона подскакивает никто не ждет когда будут пузом наседать на тебя нет все тут же подскакивают и это чувствуется не только в общественных местах например и вот отношения аргентинцев когда они едут в другую страну я два раза наблюдал когда например я прилетал в Америку из Аргентины с детьми тут же все аргентинцы говорят иди без очереди начинают служащим говорят тут семья с двумя детьми маленькими пусть идти без очереди и как обычно американский офицер тявкает все в очереди все стоят аргентинцы объясняют вот же семья с детьми они должны идти без очереди естественно что на американском паспортном контроле никто без общественных не пускает и мне это известно и похожих историй было много да аргентинцы прям показывают всем остальному миру что дети это очень важно дальше для меня также очень важно что Аргентина это страна равных возможностей здесь бесплатная медицина причем она хорошая медицина конечно частная медицина лучше но бесплатная медицина она вполне нормального качества бесплатное хорошее образование детские сады и более того в отличии от всех остальных развитых стран европейских это для всех не только для тех у кого есть документы я готов подтвердить я прожил в Испании что если у тебя в Испании все документы ты без проблем можешь ходить и в больницу и пристроить ребенка в школу и так далее но если ты мигрант нелегальный мигрант тебя никто в государственной больнице кроме как если это какой-то emergency не примет в Аргентине принимают всех без документов более того в поликлиниках висят объявления что если у вас нет документов вы можете без проблем получить обслуживание и у вас не умеет право требовать документы и это касается не только срочной медицинской помощи но и другой медицинской помощи например российские девушки приезжают сюда рожать детей и они рожают бесплатно в хороших условиях с них не требует никто ничего как турист приехал рожаешь тебе и доктор и палата и помощь и все что надо так также Аргентина очень любит своих граждан именно страна например когда здесь случилась пандемия правительство оказало огромную помощь населению были всякие разные пособия что чуть ли не четверть населения обеспечивала полностью доход государства Аргентина оказала помощь на уровне развитых стран то есть фактически если вы посмотрите сколько страны в мире помогали своему населению очень много помогали страны типа США Германии и так далее и Аргентина то есть Аргентина просто понимает что главное богатство это не мясо не вино а люди и делает все чтобы помочь людям в трудную минуту здесь очень образованное население на самом деле вот то что я говорил до этого хорошее образование бесплатное это сделать то что здесь очень высокий уровень образования населения поэтому страна на самом деле здесь очень много большой IT-сектор страна один из лидеров по оффшорному программированию здесь 11 единорогов то есть компании которые которые превысили капитализацию в 1 миллиард долларов то есть IT-компании которые добились очень большого успеха одна из таких компаний находится вот прямо у меня в соседнем доме я видел как она создавалась я видел как они делали ремонт я видел как они нанимали первых людей это было 4 года назад я видел как они росли как они сняли соседний дом как они вышли в Мексику и сейчас эта юала она стоит 2,5 миллиарда долларов за 4 года с нуля и никто к ним не приходил и не приходит нет никаких бандитов которые пытаются отжать их бизнес ну и тут стоит больше сказать про город Бунас-Арес наверное если кто собирается приезжать город Бунас-Арес он очень удобный у меня 5 детей и я вообще не пользуюсь машиной потому что очень удобно спланированный город много парков очень высокого качества я живу в Палемо в 10 минутах от моего дома начинаются бесконечные парки очень хорошо ухоженные то есть это реально поразительно что город не застраивает самые дорогие места жильем он не пытается выжать каждую копейку из квадратного метра наоборот если освобождается какой-то пустырь на этом месте появляется или какой-то какой-то парк или детская площадка или ну тут недавно у меня пол квартала огород появился то есть у меня в одном портале находится ресторан в Дон Хули это один из лучших ресторанов в мире они взяли под свое крыло такой небольшой пустырь и устроили там огород и теперь соседи могут приходить и брать себе овощи и фрукты и как бы такое развлечение вот то что здесь происходит с пустыми с пустырями если вы любите путешествовать то Арктина конечно это прекрасная природа и хорошо организованные сценарии парки и инфраструктура особенно для семей с детьми я объехал с детьми всю западную Европу я объехал с детьми от побережья от побережья несколько раз там США и могу сказать что с большими семьями в Европе путешествовать неудобно вам очень тяжело например с тремя четырьмя детьми снять какой-то там номер или еще что такое то в Арктии есть вся Арктина в коттеджах двух-трех там спальных я обычно беру там три спальни и очень удобно в одной мыжину вдвое с детьми для более мелких семей там две спальни или одна спальня если вам нужно и на самом деле это вся страна утыкана таким и это очень удобно особенно для путешественников с детьми еще раз я больше всего люблю Патагония Патагония это как Швейцария но без то есть вы видите горы озера горнолыжные курорты но только там намного больше природы и намного меньше людей потому что все таки Швейцария это уже очень сильно отделопленная страна самое красивое наверное чудо природы это водопады и газу но вообще Аргентина она уникальная страна потому что если вы посмотрите на карту она с севера на юг протянулась поэтому там есть все от тундры до пустыни там есть и джунгли и пустыни и горы такие и горы сякие вот но вот если брать топ это Патагония это и газу и провинции Сальто и Кукуи где просто очень классные такие пейзажи пустынные разного типа вот ну в городе Буэнос-Арес тоже много всего помимо мяса это и театр колонн это типа большого театра очень много джазовых клубов танго других танцев но я не буду сильно подробно про это останавливаться потому что вы и без меня найдете что делать в Буэнос-Аресе это очень много информации дальше про проблемы действительно главная проблема Аргентины это экономика но во-первых это было не всегда скорее это не то что как вот бывает страна проклятая нет в 90-е если вы помните все носились с аргентинским чудом потому что им удалось победить инфляцию очень быстро здесь был рост в 2000-е был очень быстрый рост в 2000-е годы после кризиса Аргентина росла с темпом по-моему процентов 8 в среднем в год но действительно было два кризиса серьезных и на самом деле конечно это особенность аргентинской экономики как я сказал Аргентина очень много тратит денег на социальную помощь то есть если вы тратите много денег на помощь людям на здравоохранение на медицины у вас большая доля социалки в бюджете и когда у вас происходит негативный шок по какой-то причине то есть меньше денег например падение экспортных цен то эти расходы очень тяжело снизить и это было основной причиной последнего шока на самом деле и я считаю что на самом деле конечно вина лежит на Аргентине и правительстве но МВФ очень сильно помог в кавычках усугубить этот шок вот последний шок они просто фактически закопали Аргентину когда случился очередной негативный шок МВФ правительство Аргентины обратилось за помощью и МВФ сказал хорошо вам дадим денег но вы сокращаете госрасходы и сокращаете бюджет до нуля первичный дефицит до нуля тогда был в Аргентине 3 процента для экономистов кто понимает 3 процента дефицит в кризис это нормальный дефицит это не большой дефицит 3 процента первичный дефицит это нормально только идиоты могут дать совет в кризис сокращать до нуля и заметьте никто из развитых стран таким советом не следует когда был кризис в Америке они нарастили дефицит когда в Испании в Греции и так далее никто руки не выкручивал Испания и Греция чтобы не сократили они наращивали дефицит но Аргентине выкрытили руки заставили сократить дефицит и на самом деле это стало еще более сильным ударом рецессия стала еще больше соответственно правительство Макри потеряла власть и пришли левые популисты то есть еще раз подчеркну конечно самая основная вина это на правительство аргентинина что они вошли в последний кризис но МВФ вместо того чтобы помочь он просто взял и когда Аргентина лишь висела на крае прописи он так сапожком таким взял и подтолкнул Аргентину но хорошие новости такие что люди становятся все умнее во первых они поняли что нужно перестать люди именно как страна и как правительство и как все что нужно перестать надеяться на МВФ в трудную минуту сейчас в парламенте были приняты законы что любое одобрение программы требует не только решения правительства но и одобрение парламент я считаю это очень важный шаг во вторых люди так тоже поняли что левые популисты которые приходят на волне проблем они с экономией справляются еще хуже чем правые и в конце концов они проиграли выборы в том числе потому что они показали что они очень хорошо рассказывали про проблему правых в экономике но сами еще хуже работают и в том числе они ввели два курса то есть есть официальный курс песо и я не могу сказать что он черный если черный есть и легальный официальный 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 и легальный так вот разница между ними почти в два раза там 80 процентов то есть можно легально заводить деньги в Аргентину например сейчас по курсу 190 через Weston Union но если вы будете платить по кредитным карточкам то вас возьмут 100 если вы экспортируете товары вам дадут 100 песо за доллар понимаете да то есть это некоторый способ наказать экспортеров то есть левое правительство оно вот поставлено какие-то странные решения и это ударяет и по экспорту и по импорту и народ недоволен я думаю что так как оппозиция выиграла праймарис в парламент то скорее всего через два года правый кандидат я думаю что будет мэр Ларетто выиграет выборы и страна вернется на правильный курс и тут же отменяет двойные курсы двойные курсы и вообще все будет намного лучше в экономике чем сейчас уйдет эта инфляция потому что еще раз левые вместо того чтобы заниматься нормальной макроэкономикой они очень часто печатают деньги и поэтому сейчас инфляция вот за прошлом месяце 3% в месяц не 3% в год а 3% в месяц то есть ожидая инфляции инфляции примерно 3% в год то есть если вы работаете в Аргентине и у вас зарплата в Аргентине то это конечно большая проблема но опять же если вы работаете за рубежом и вы получаете доход из-за рубежа то для вас это даже выгодно потому что просто все очень дешево по поводу преступности уровень тяжких преступлений грабежей убийств изнасилования довольно низкий вот уровень тяжких преступлений находится примерно как в таких странах как в США или Прибалтике вот примерно такой же плюс-минус но что много это мелкого воровства то есть что-нибудь там у вас из карманов вытащили и так далее это нужно смотреть в оба точно такая же ситуация как в Южной Италии и в Барселоне если вы путешествовали в Южной Италии и в Барселоне вы наверное сталкивались с тем что у вас что-то там стащили вот я могу сказать всю историю сколько у моей семьи что-то стаскивали у меня когда только приехал первый раз 16 лет назад у меня украли фотоаппарат у жены один раз украли рюкзак у нее вытащили один раз кошелек и один раз телефон вот это все вся история за 16 лет что мы пострадали значит как я сказал что из-за того что сейчас у власти находятся левые пулисты все очень дешево но я бы не стал бы рассчитывать на эти цены там на пять лет вперед я думаю через два года они начнут расти но тем не менее сейчас двухкомнатную квартиру в Палермо это район где я живу это стоит примерно 100-130 тысяч долларов это наверное один из самых лучших районов Буэнос-Айреса снять стоит квартиру в районе 300 долларов если вы как местный туристом 400 мясо стоит 5 долларов за килограмм это стейки в смысле частная школа если вы хотите ребенка дать частную школу хорошая частная школа стоит 200 долларов в месяц медстраховка если вы не хотите в государственную клинику хотите снять страховку вот страховка моя медстраховка очень высокого уровня стоит примерно 80 долларов в месяц на человека соответственно за свою за мою семью с детьми я даю около там 250 долларов 300 дети дешевле вот в ресторан сходить стоит 10-20 долларов у человека ресторан просто крутого уровня стоит очень крутого там 20-40 вот соответственно если вас интересует как сюда можно въехать въехать очень просто можно въехать как турист а потом найти место где учиться и получить визу или как карантие как карантие вам всего нужно показать что вы получаете 200 долларов в месяц пассивного дохода например у вас там депозит в банке или еще что типа такого который приносит вам как минимум 200 долларов в месяц вы несете эти документы и вам дают вид на жительство если вы рожаете здесь ребенка то он автоматом становится гражданином родители получают автоматом постоянный вид на жительство хочу подчеркнуть если вы рождаете ребенку в США то в США то ребенок получает гражданство а родители ничего не получают в Аргентине просто из-за того что вы родители ребенка вы тут же получаете постоянный вид на жительство а через 3 года уже можно получить гражданство как вы получили вид на жительство вот давайте я быстро построю на ответы на вопросы которые мне прислали так как сработать сферой IT как я сказал очень хорошо и это как раз центр программирования для всего региона и на самом деле ценится на мире как уехать обычной женщине не имея накоплений не нужно никуда ехать если у вас нет накоплений лучше оставайтесь в России потому что вы будете страдать так цена недвижимости я сказал многодетной семье есть льготы а здесь на детей выплачивается пособие довольно большое в принципе пособие на ребенку достаточно чтобы ребенка кормить но здесь все таки нужно вид на жительство иметь я не знаю точно правила но все таки нужно быть легальным иммигрантом чтобы подать на детское пособие так про инфляцию я сказал что здесь действительно инфляция сейчас там 30-40 процентов и два курса с банковской карты снимать не нужно деньги заводите по Weston Union у вас почти в два раза лучше если гетто в городах по какому принципу определяются районы есть в Буэнос-Айресе небольшие неблагополучные районы не скажу что гетто но да они такие некомфортные там самострои все остальное там один из таких районов это вилла 31 можете погуглить мне тут прислали ссылку Варламов делал видео в общем такие районы есть но их очень мало по сравнению там с Бразилией Мексикой и так далее можно сказать что очень мало так можно ли найти работу со знанием английского языка еще раз с английским здесь можно прожить можно найти работу но если вы едете сюда чтобы найти работу я бы это вам не рекомендовал потому что зарплаты здесь не очень высокие за исключением если например там вы хороший доктор или еще что то или юрист местный причем ну так бы или программист но вообще не высокий уровень зарплаты так с английским можно про курсы валют я рассказал так как с рабочими специальностями а рабочими специальностями хорошо и на самом деле рабочие здесь получают неплохо то есть здесь в принципе если у вас есть зарплата сантехника электрика строителя то вы можете жить как средний класс ну вот зарплата сантехник позволяет чтоб снимать квартиру в хорошем районе и соответственно полностью семью обеспечивать вот если программа ВНЖ для удаленщиков еще раз вы просто приезжаете и живете даже я должен сказать что в Аркине вообще нет такого понятия как нелегальный мигрант здесь никого не депортируют даже если вы не легализовались вы приезжаете и живете вас никто из страны не может выгнать вас полицейский не может остановить на улице и отправить какое-то там место для нелегальных мигрантов более того если вы прожили несколько лет нелегально и вы езжаете из страны с вас остается штраф который там в районе 50-100 долларов вы можете завтра въехать и вас обязаны пустить то есть даже если вы нелегально прожили и выехали вы можете хоть завтра въехать обратно и вообще не париться если у вас совсем не хотите быть нелегальным можете просто на один день ездить в Уругвай есть парон который идет в Уругвай который там несколько часов в Уругвай погуляйте по Уругвай, возвращайтесь у вас обновляется срок так, про климат я рассказал и все ну, в общем, вроде все